Мнение жителей в приоритете. Самарцы активно обсуждают проекты благоустройства территорий в рамках президентской программы формирования комфортной городской среды. С учетом предложения общественности макеты скорректируют. А 18 марта людям предстоит проголосовать. Площадка, набравшая наибольшее количество голосов, будет реконструирована в первую очередь. Мария Казак живет в историческом центре Самары. Женщина считает, что необходимо благоустроить сквер, который находится неподалеку от ее дома, на пересечении Ленинградской и Садовой. Благоустройство этого сквера для нас очень желаемо, очень важно, потому что сейчас он достаточно запущенный, там много невырезанных пустов, растительность, он темный этот сквер. Сейчас там собирается неблагонадежная публика, там и выпивают, и с детьми там погулять сейчас невозможно. Уже готов проект реконструкции сквера, как и остальных пяти территорий, которые хотели бы благоустроить жители Самарского района и которые вошли в президентскую программу формирования комфортной городской среды. Теперь макеты обсуждают вместе с активными гражданами, вносят корректировки, учитывая общественное мнение. Например, в сквере на Ленинградской Садовой люди попросили установить арт-объект. Таким объектом, вот по крайней мере мы посвящались, для нас есть и является некий образ блаженного Самарского, который жил на этой территории, это Пиня Гоффман. И то есть мы бы хотели бы увидеть также на территории и на этой территории Пиню в некой форме, когда он будет сидеть на скамейке, к нему можно было бы что-то посесть, поговорить. То есть некий такой добрый дух именно Самарского района. Благодаря президентскому проекту формирования комфортной городской среды каждый житель сможет повлиять на внешний облик Самары. В ближайшее время граждан начнут адресно информировать о том, как реализуется программа. Все макеты, исправленные с учетом мнения горожан, выставят на голосование 18 марта. Территория, набравшая наибольшее количество голосов, будет благоустроена в первую очередь. Ушли от подхода, что власти хотят, что чиновники напридумывали, то и дело. Спрашиваем у людей, говорим, вот есть ряд общественных пространств в районе, давайте вместе определять, что первичное, что, да. И люди сами за это голосуют, это очень правильно. В 2017 году в рамках проекта формирования комфортной городской среды была реконструирована площадь Куйбышева. А весной 2018-го завершатся работы в Струковском саду и четвертой очереди Самарской набережной. Анна Ивахина, Алексей Гриднев, Новости губернии.